С древних времен русалки присутствовали в мифах и легендах разных культур по всему миру. Эти морские существа, наполовину женщины, наполовину рыбы, описываются как соблазнительные существа, привлекающие моряков к гибели своими очаровательными песнями. Но что в этих историях было правдой на протяжении всей истории? Есть много задокументированных наблюдений реальных русалок, которые озадачили историков и ученых. Сегодня мы приглашаем вас погрузиться в темный и загадочный мир русалок и открыть для себя самые жуткие случаи, когда эти соблазнительные и опасные существа сеют ужас в океане. История Христофора Колумба о виде русалки на земле площадью 1400-193 гектара вызвала широкие споры не только из-за ее исторического значения, но и из-за загадки, которую она поставила во время его пересечения побережья Карибского моря. Колумб утверждал, что видел три вида морских существ, которые он описал как не такие красивые, как их изображали, и многие считают, что это ссылка на существа, похожие на русалку в мифологии на протяжении веков. Природа русалок всегда была предметом спекуляций, современные ученые полагают, что Христофор Колумб и другие исследователи могли принять морского млекопитающего ламантина за русалку из-за сходства их черт на расстоянии. Тем не менее, для многих упоминание Колумба о сиренах вдохновило веру в эти загадочные существа. История Колумба не единична в разных частях мира. Сообщения о подобных наблюдениях поступают от холодных вод Шотландии до теплых берегов Средиземного моря. Дело капитана Джона Смита в 1400 в самом году является еще одним из самых известных случаев. Во время экспедиции в Атлантику, Смит утверждал, что видел русалку, плавающую возле его корабля. Она описала верхнюю часть тела как красивую женщину, а нижнюю часть тела характеризовалась рыбными чертами. Эта встреча так сильно повлияла на Смита, что он начал писать о красоте русалки и был очарован ее внешностью, прежде чем осознал ее природу. На протяжении всей истории многие моряки, исследователи и рыбаки дали аналогичные свидетельства, что привело к большому количеству смесей мифов и реальных историй. Например, в XIX веке шотландские рыбаки утверждали, что нашли трупы русалок, пойманные в сети, что в то время вызвало сумасшедшие спекуляции. Некоторые из этих историй, хотя и часто развенчаны современными учеными, продолжают подпитывать мистику, окружающую эти морские существа. Эти встречи не только продолжают миф о русалке, но и отражают одержимость человека океаном и его неисследованными глубинами. Древние моряки, столкнувшись с долгими и опасными морскими путешествиями, часто проецировали свои страхи и желания на существа, которые, по их мнению, населяли воду. На самом деле эти сообщения продолжались вплоть до XIX века. Это то, что порождает любопытство, когда наука уже прогрессирует и исследует многие неизвестные природы. Многие из этих свидетельств были собраны в бортовых журналах и местных рассказах, а в некоторых случаях были предприняты попытки изучить предполагаемые останки русалок. Однако эти тела почти всегда быстро разлагаются, оставляя мало места для научного анализа. Хотя многие скептики считают, что эти трупы были просто деформированными тюленями, или ламантинами или даже останками морских животных в состоянии высокой степени разложения, многие вопросы остаются без ответа из-за отсутствия технологий для дальнейшего расследования. Даже в последнее время продолжение этих наблюдений привело некоторых исследователей к предположению, что русалки могут быть проявлением природных явлений, которые были неправильно истолкованы или преувеличены через устные повествования. Например, оптические иллюзии в океане, известные как миражи, могут помочь людям думать, что они видят гуманоидные существа, плавающие на расстоянии. Кроме того, изоляция и одиночество, испытываемые моряками и рыбаками в открытом море, также могут повлиять на их интерпретацию того, что они видят, заставляя распространенные явления выглядеть необычными. С другой стороны, русалки воспринимаются не только как опасные существа. В некоторых мифах 19 века, особенно в скандинавских и кельтских культурах, русалки считаются хранителями океанов, защитниками, которые поддерживают баланс между людьми и океанами. Эти фигуры, известные в шотландской традиции как сельквиты, на суше могут принимать форму человека, но в воде они снова превращаются в тюленей или русалок. Согласно этим легендам, русалки обладали способностью помогать рыбакам в случае необходимости, хотя всегда предупреждали их, чтобы их не беспокоили или беспокоили. Несмотря на то, что современная наука опровергла многие подобные наблюдения и дала им разумные объяснения, миф о русалке сохраняется. Часть прелести заключается в том, что океан остается одной из самых неисследованных и загадочных сред на планете, более 80% океанов еще не отображены и не изучены, и коллективное воображение, по понятным причинам, продолжает подпитывать возможность того, что неизвестные сущности населяют их глубины. Повествование о русалке не только из-за своей символики, но и из-за постоянного стремления к неисследованному и стремления понять необъяснимое. В этом СНСЕ русалки представляют собой нечто большее, чем мифические существа. Они являются метафорой человеческого страха перед неизвестным и неконтролируемым. Напоминание о том, что, несмотря на научный прогресс, океан остается загадочным и опасным местом.